Перед вами классический интерфейс ортодоксального файлового менеджера, который был изобретен после того, как был изобретен Python. В общем, там можно какие-то файлики делать. Ну, там видно, что он здесь, нет? Вот. И там есть как бы доступ к консоли, где он там типа вот ZEN отработал. Ну, я хочу порассказывать про вот такой вот сайтик. Кто-нибудь знает, что это такое? Видел когда-нибудь? Ну, поднимите руки, чтобы просто мы могли посчитать. Раз, два, три, четыре. Давай, пять, шесть, шесть. Шесть из? Нет, нет, не может быть. То есть, короче, то есть, все гораздо хуже, чем я думал. В общем, 20% только людей знают, что в Python есть баги. Вот. И, собственно, вот этот сайт божественный под названием bugs.piton.org, он вон там вот на стенке, потому что он вне этого, так сказать, экрана. Он существует независимо от наших желаний там. Так, это из другой оперы, да, это из другого доклада. Вот. Значит, сюда можно писать баги. Так, вот, теперь поднимите руки те, кто хоть раз логинился на этом сайте. Два, три. И, ну, уже неплохо, да. Как показывает практика, для того, чтобы залогиниться на сайте, в общем, требуется недюжинное упорство, знание английского, ну и, в общем-то, понимание того, что у тебя есть там какое-то свободное время. Собственно, для тех людей, кому не очень нравится Python, например, мне иногда, этот сайт является основным местом, где можно выразить все свои пожелания. Вот. К несчастью, я имел возможность в детстве участвовать во всяких там досоциальных сетях. Вот. И форма троллинга была там достаточно такая распространенная. Поэтому Python Community, оно, оно, в самом деле, не подчеряет такие штуки, но относится достаточно терпиво ко всяким троллям. Вот. И, естественно, я не мог пользоваться этим инструментом, о чем я, собственно, неоднократно намекал ребятам. В итоге они сказали, что, типа, мы устали тебя слушать, вот, и мне ничего не осталось делать, как попробовать, в общем, сделать что-то с этим инструментом. Чтобы залогиниться на эту вещь, делается... Делается очень просто. Здесь вот есть OpenID с Google. Это все жесткий хак, если там посмотреть на код. Вот, я уже залогинился, но это потому, что я там, как бы, был заряден. Вот. Если мы откроем там любой баг, тут вот есть не очень понятные тип, title, stage. Давайте сразу вопросы. Кому-нибудь понятно вообще, что вообще тут происходит вот здесь вот? Ну, там. Вот. Одному человеку понятно там. Ну, ладно. Вопрос дурацкий, на самом деле. Но просто не все, наверное, там, может быть, работают в компании, где используются баг-трекеры. Я видел людей, которые не с питоном, но работают там вообще без системы контроля версии. Вот эта штука, типа, это вот описание, по которому можно искать. Здесь какие-то там статус, Open, какие-то непонятные слова. В общем, честно говоря, вот этот интерфейс, он абсолютно ужасен. И если там есть какие-нибудь там специалисты по UX, там, или просто кому-то интересна эта тема, то вот этот интерфейс, он не менялся, по-моему, лет 10 или там, ну, хуже. Ну, как бы вот здесь вот есть два таких поля, dependencies и superseder. Вот, если ты мне... Да, вот, они пустые, но они тут есть, понимаешь? И вот когда ты на них наталкиваешься, у тебя возникает два вопроса. А что это такое? То есть ты понимаешь, что ты пришел сюда не просто так, а ты пришел сюда решить какую-то проблему. И ты пытаешься понять, что здесь происходит, у тебя возникают вопросы, 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 потом ты понимаешь, о, блин, как это все сложно, и как бы сливаешься. Но это на самом деле не путь настоящих хакеров. Путь настоящих хакеров — это убрать всю вот эту вот непонятную фигню. Соответственно, что такое bugs python org? Это написанное на питоне веб-приложение. Называется roundup. Так, да, зачем его вообще на самом деле фиксить? Есть маленькая проблема с этим сайтиком. С тем, что если мы начнем делать какие-то действия, да, сейчас, наверное, ничего не смогу сделать. Но здесь есть такие вот урлы, схема которых заключается в том, что вот MSG, допустим, это название вашей таблицы в базе данных, а номер, соответственно, ее ID-шник, да. Вот эта вот штука — это темплейт, который просто тупо рендерит запись в базе данных. Чтобы сделать какое-нибудь действие с данными, вот оно выглядит вот так вот. То есть мы берем запись в базе данных под названием «ищу», то есть название таблицы, и потом вот эта вот ужасная строка, вот эта вот длинная, она обозначает, что нам надо там вывести какие-то поля из этой записи там в темплейт, отрендерить. Вот, в общем, если кто-нибудь на джанге что-нибудь делал, то там написана целая страница по поводу того, что урлы должны быть красивыми. Ну и если вы хотите, допустим, добавить статистику к ISCHIS, то она будет тоже выглядеть вот в виде такого жуткого урла, который ты никогда не запомнишь, и… Я не знаю, что здесь может вылезти. И есть у нас такой товарищ, который, в общем-то, сделал статистику по всем багам. А, блин, что я… Вот же она ж здесь, уже на этой странице. Вот, это сколько багов, в общем-то, открывается. Это сколько с патчами, и если вы видите, то это все дело растет, оно как-то не особо уменьшается. Ну, статистика как бы так себе, потому что, в общем-то, это proof of concept, то есть человек взял просто на основании, как бы, данных из трекера совершенно внешней тулзой, построил, как бы, эту страничку и запихал ее вот с помощью просто тупо темплейта. То есть это все темплейт, который там джейсоном с другого сайта все это выбирает. Вот. Это все коряво, это все хаки, и для того, чтобы питон стал лучше, надо бы как-то сделать так, чтобы этот багтрекер был более популярным. То есть один раз зайти на него, и можно было там посмотреть, с чем можно поиграться. Вот, допустим, за, не знаю, там, 10 минут или там сколько, пока я тут распинаюсь, я думаю, что ни у кого не возникло никакого интереса, нафига мне нужен этот сайт, зачем я должен туда что-то там делать. То есть геймплей на нем как таковой отсутствует. Вот. И задача, почему я решил об этом рассказать, об этом сайте, как бы, с тем, чтобы можно было подумать, какой геймплей можно придумать вот к тому, как питон-сообщество может поиметь немного фана, работая с багами. Вот. Хотя бы там классификация, там еще что-то. И продавливать эти решения среди консервативных людей, которые привыкли к этому там за 10-15 лет, возможно, потребуется очень, как бы, возможно, будет достаточно сложно. Поэтому этот процесс, он должен быть просто, как бы, вне объяснения, вне контроля, как бы это вот на усмотрение, как бы, там, дизайнеров, там, не знаю, там, тех людей, с которыми вам приятно общаться, с которыми хотелось бы поработать. И похакатонить. Вот. Это одна из мыслей, которую можно до Нового года, допустим, проработать и собраться и посмотреть, что можно сделать. Итак, RoamDub. Это такой трекер по MIT лицензии. То есть можно… Это на самом деле, как бы, что значит трекер? Это веб-приложение, написанное не на джанге, у которого нет роутера, у которого нет… Оно написано на интересной архитектуре, которая выиграла когда-то конкурс проектов по бактрекерам. Вот. То есть вот то, что я, ну, как бы, описал вот этот вот концепт, что у тебя есть URL, который указывает на таблицу в базе данных, вот, он, собственно, и выиграл. Плюс там есть интересные такие вещи, как реакторы. То есть в базе данных есть класс, и ты можешь повесить свой реактор, если данные изменятся. То есть тебе не надо там экшены отрабатывать, типа писать кнопочку, ой, я по этой кнопочке должен там что-то сделать, там записать там в базу, там потом проверить, там еще какую-то херню. Нет, ты просто делаешь как бы реактор на изменение какой-то записи, и у тебя отрабатывает сразу питоновский код, который делает тебе необходимые изменения. Вот. Внутренняя архитектура — это штуки очень клевые, но, как вы видите, там нет вообще никаких картинок. И, собственно, это, конечно, не наша задача рисовать картинки, но когда-нибудь мы к этому придем. Раунда был сделан товарищем Ричардом Джонсом. Кто вообще пишет игры на питоне тут? Пишут или с упором? Нет, ну пишут, вот именно пишут. Есть люди, которые там пишут игры на питоне для себя просто вот там? Киви считается. Киви считается. Вот, раз, два. А что остальные люди делают там? Три, хорошо. Ну, даже маленькая игра, там, какой-нибудь, не знаю, Snake, там, не знаю, там, туториал повторить на хабар-хабаре там считается. Не знаю, ну ладно. А вы ключиная? Ну, ладно, там, игра, там, не знаю, там, поломать с чего-нибудь, там, сеть домашнюю тоже считается, на самом деле. То есть никто не пробовал, там, вай-фай там, что-нибудь какой-нибудь. Я к тому, что просто там, когда там CTF у нас, завтра, да? Миша, завтра CTF? Ну вот, в общем-то, мы можем тут анонсировать потом, как бы, как можно поучаствовать в игре, как бы, и попробовать свои скиллы. Для того, чтобы не писать игру, но, по крайней мере, не поучаствовать на CTF-ах, это соревнования по компьютерной безопасности, есть дофига заданий, связанных с питоном. Потому что питон, как я говорил, работает на винде и на других операционных системах. Вот. Итак, Ричард Джонс. К чему я, собственно, упомянул игры? Потому что... О, да, блин! Это же на видео пойдет. Потому что несколько недель назад, нет, месяцев назад уже, блин, черт, надо срочно заканчивать все. В Минске было такое событие, как Людом Даре. Это соревнование за проектирование игры за, там, 74 часа, и на нем ребята из Минска под названием Half Bass. Эй! Вот, забакали такую игрушечку. Давай еще Саша Дегтярева. Саша Дегтярева. Икс Дегтярева, наверное, все знают. А может и нет. То есть тема была Beneath the Surface, и ребята там на Юнити наколбасили игрушку, которая называется real-time стратегия. Игра, короче, стратегия по... В общем, это симулятор того, как надо действовать с правоохранительным органом, когда игрок занимается, в общем, развитием какой-то лаборатории в подвале. Вот. Все тяжкие, короче. Да-да-да, все тяжкие. Я надеюсь, вылезет страничка. Просто тут очень прикольно. Потому что ребята собрали... Собрали? Собрали, по-моему, они. Ну, короче, они собрали там какое-то количество... Петь. Вот, короче, они в два раза больше собрали бабла на то, чтобы, короче, эту игру сделать. Среди основателей это Дмитрий Минский. Вот он здесь. Товарищ, который несколько лет назад очень хотел, чтобы в Минске появились LEGO Mindstorms. Но тогда мы не смогли они там... Он, точнее, собрать все согласования, все бумаги. И поэтому LEGO Mindstorms появился в этом году. И, ну, как бы тоже была очень интересная тема, там, что-то на питоне там продвигать, ну, соответственно, там программировать. Вот, поэтому я как бы узнал про этот проект. Я пришел на Lidum Daria, там, потусил с ребятами, и, блин, движуха была, на самом деле, еще клевая. Вот. Для питона есть точно такое же соревнование, называется Pi Week. Вот, в октябре, к сожалению, все было закрыто. Точнее, уже закрыто. И, ну, как вы видите, игры такие, они простенькие, потому что на питоне там особо не, там, не сделаешь крутых вещей. Но крутые вещи, на самом деле, на Steam выкладывают. Есть там целый фреймворк. Вообще, о чем это я? Так. Короче, Pi Week, если мне не изменяет память, он сделан тем же самым товарищем, что и сделал Roundup. То есть, по крайней мере, он его так-то довел до состояния. Короче, зовут его Ричард Джонс. Вы его должны были видеть. Он, на самом деле, наверное, не особо выступает где-то. О, Столман вылез. Шерман, не знаю, кто остальные. Блин, сколько их тут вообще? Ладно, погуляйте сами. Ну, вот, да. Ну, Rackspace его сейчас купил, наверное. В общем, так. О чем я хотел сказать? Roundup, да. Товарищ сделал Pi Week. Как бы игры — это программные продукты со 100% юзабилити. Особенно хорошие игры, в которые хочется играть. Вот, поэтому как бы имейте это в виду. Там юзабилити интерфейсы, там, и прочие вещи — это будущее. Собственно, что такое Roundup? Roundup — это вот исходничек, который можно скачать в этой вот замечательной консоли, чтобы... Э-э-э, божай винду. Ну, понимаете, да, это такой сорт мазохизма, когда у тебя ничего не получается, ты залазишь и начинаешь тут, короче, себя истязать. Ну и верхом, ну, пока мы тут сейчас скачаемся, надеюсь, отлично, интернет даже подхватился Почему я это показываю как демо? Просто для того, чтобы было понятно, насколько легко можно стартануть с модификации этого фреймворка Если там для джанги надо читать какие-то мануалы, то здесь можно склонировать репозитории и запустить демо прямо как бы вот с нуля И у вас уже будет готовый трекер, то есть вы не начинаете писать что-то с нуля, а получается, что у вас есть трекер, который Ну, то есть это на самом деле фреймворк для создания трекеров, то есть вы выбираете там, какие поля будут в багах Это может быть обычный to-do list или это может быть там приложение там с различными полями Там можно добавить вот эти вот экстеншены, плагины, вот, единственное, чего там не было Это не было вот возможности задавать вот эти вот клевые урлы и, соответственно, без урлов неинтересно дальше там как-то с ним ковыряться Но это все дело появилось, вот, появилась Jinja 2, появился роутинг Все это находится сейчас в стадии, как бы, в стадии, я нахожусь в отдельном бренче, называется он роутинг Блин, ну вот, ты меня расстроил Собственно, кодерничек Ну и запуская демо py с помощью второго питона Вот, тоже прикольная штука, под виндой есть запускатор питона, который называется py Он парсит вот эти вот, ну ладно, я лучше сам покажу там все Вообще запускается демо и вот по этому замечательному урлу, который опять-таки хер скопируешь То есть смысл здесь в том, что когда запускается демо, здесь сразу же создается там веб-сервер запускается, создается тестовый трекер В который можно залогиниться Ctrl-C для того, чтобы ее установить И вот это вот на самом деле первая проблема, которую бы интересно было бы хакнуть То есть многие, кто встречался с веб-серверами, могли замечать, что единственный способ установить сервер вот здесь, вот в этой консоли, это Ctrl-C То есть нажать там кнопочку, там типа restart, там или там quit, или там еще какую-то вещь невозможно, потому что у вас в фоне отрабатывает поток веб-сервера А консоль, она просто тупо висит, вот, пока вы ее не прервете И казалось бы, ну банальная штука, там типа вот такой minor usability fix, нахер это надо, если можно Ctrl-C остановить На самом деле вот мне, допустим, надо, вот мне сейчас надо было бы посмотреть статистику там какую-то по приложению Хотя вот я вот как залогинен на сервер, но мне для этого надо какой-то другой инструмент искать А так бы я мог прямо в консоли это вывести И действительно, я там отправляю в бэкграунд, в винде этого нельзя сделать И, ну вот это вот одна из изобилийти проблем, которую очень часто приходится каждый раз с этим сталкиваться Если бы была, либо если бы был какой-то модуль в питоне, который бы позволял вот обрабатывать input с консоли Пока у тебя там где-то вот страды веб-сервера обрабатываются Это было бы, ну, полезное дополнение Я эту проблему решил только для винды через там виндовый API, вот, и под Linux я просто не смог То есть вот, если есть люди, кто шарит, можно было бы тоже собраться и объединить две либо Еще раз, задача какая Задача, когда у тебя ранится веб-сервер, сейчас его просто на него переключусь Да, сделать интерактивный консольный интерфейс Это другой сайт, очень интересный Блин 8, 9, 17 Ну вот это То есть, как вы видите, можно сразу с ним играться То есть там просто зачекаутил, запустил и все, и он как бы там готовый Это очень круто, потому что на каком-нибудь там хакатоне начать вот там собирать баги там Или там какие-то вещи там локальные там Трелла можно очень быстро Но вот эти поля, они на самом деле, блин, для дефолтного трекера вообще непонятные То есть, что они здесь делают и как? Ну, тем более там приоритет какой-то Вот нахер приоритет как бы человеку, который вообще не знает, насколько там у разработчиков Приоритет Вот, и вот этим неудобным достаточно инструментом пользуется как бы питон Ну, как бы служит питону, этот неудобный инструмент служит питону для того, чтобы общаться Создавать как-то удобное общение между разработчиками и теми людьми, кто хочет этим разработчикам помочь То есть, те люди, кто посылает баги на трекер, это обычно не просто пользователи Те люди, кто умеют уже на питоне фигачить и могут послать патчи Ну, вот так вот выглядит, собственно, лог всей этой штуки Вот они, страшные там урлы, которые начинают там валить Где-то там внизу, там вот видно При создании сообщения, вот там какая-то страшная штука Собственно, при переключении на На другой бренч Вот он Я, наверное, не закоммитил, блин Черт, это будет облом вообще Собственно, что было сделано Это плагин-интерфейс для Roundup Собственно, вот внизу это та функция, которую Roundup вызывает сам Файлик просто пишется куда-то в директорию, где ложатся все плагины И здесь вот как бы регистрируется хендлер на URL То есть, понятная штука, как бы есть в любом современном фреймворке В Roundup, которому 10 лет этого не было Собственно, это была вещь, по которой нельзя было там добавить красивенькие урлы Вот, а дальше получилось так, что вот эта вот функция, она отрабатывает автоматом, как бы, то есть она возвращает что-то, это HTML, и все хорошо Вот, я, к сожалению, не закоммитил там еще удобный кусок кода очень Вот, то есть первый шаг к тому, чтобы можно было добавлять функциональность Roundup именно в виде веб-странички Она вот как бы, он как бы есть Что можно будет сделать с этим дальше? То есть я сейчас просто покажу, как расширяется Roundup Просто в папочку demo-extensions добавляется вот этот custom page И Вот еще, да, кстати По поводу питона второго и третьего, да, вот Если я запущу это как питон demo2 Чтобы люди просто понимали, какие там проблемы под винду и бывают сложные Вот, ну, то есть это все третий питон, и он не переваривает код Roundup, поэтому Для того, чтобы он переваривал его в Точнее, чтобы можно было выбрать питон 2 В Unix'ах придумали такую штуку, как шибанг То есть вот эта вот первая линия, это, собственно, обозначает, что нам надо загрузить все вот эти вот переменные Типа там, где pass и прочие штуки И потом, когда они все загружены, мы ищем там питон Вот, в Unix'е мы бы добавили сюда цифру 2 И Unix сам автоматически бы нашел нужный питон Вот В винде это Это не срабатывает Поэтому для винды был сделан вот такой вот лаунчер, который называется PyExe, который, собственно, эти Линия, ну, как бы, шибанги, парсит и отрабатывает Вот Это новый инстанс Как бы трекера поднялся Ну, вот, development cycle, он очень, как бы, неудобный, да, то есть Ctrl-C, там, изменил, там, опять, как бы, там, его запустил Он мега неудобный, поэтому Реально это будет достаточно большой угрыш именно в производительности девелоперов Вот, если, там, на каких-то компаниях отдел юзабилити не занимается Именно юзабилити девелоп, дев процесса, а только девопсами То, блин, это большой-большой файл, потому что на гугле, допустим, тот же самый Chromium Они вылезали вот этот вот цикл до такой степени, что, там, у них Автоматизация, там, и тестирование, там, и Не только тестирование, там, вообще всего процесса Она позволяет, ну, это одно удовольствие, как бы, работать и ревьювить, там, этот код Как только ты туда влезаешь Итак, собственно, вот появился этот трекер И если сейчас я сюда добавлю, там, хендлер-вершин Как легко левой рукой-то Фигачь Вот, собственно, это то, что было написано в плагине Блин Я бы мог открыть два окна, да? Ну, блин, можно же было без одного все делать Вот, то есть вот эта вот штука снизу, она, собственно, и вводила эту версию То есть сюда можно нахачить достаточно много всякой Всяких вещей И первая вещь, которую бы хотелось сделать, это, наверное, там, интеграция к различным сервисам Типа, там, гитхаба или, там, может быть, битбакета Так, чтобы можно было не патчи посылать А, допустим, как бы, там, вытягивать информацию по реквестах И потому, там, прошли тесты, не прошли То есть это бы сильно помогло бы, кстати, ну, протестировать сам питон Вот И помогло бы избавиться от многих хаков Которые делают непривлекательным этот проект, допустим, для определенной категории людей Которые бы реально могли помочь с тем, чтобы питон стал более привлекательным в девелопменте То есть я говорю, там, про дизайнеров, там, про каких-нибудь, там, гейм-дизайнеров Ну, которые могут геймплеи продумать, собственно, вот А потом всем было бы по фану это все на хакатоне закодить Вот, вот сам API Вот, поэтому если есть у кого-то идея, с чем можно побаловаться То есть что можно было бы сделать из, собственно, вот этого Там, трекера, вот этого вот Может быть с этой статистикой или просто с самим процессом, как вот С этими, там, багами Если вы видите, тут есть, на самом деле, патчи Вот Там есть кнопочка review, только непонятно, в какой статус Есть какие-то комментарии, которые не поддерживают markdown Там, в общем, их нельзя редактировать То есть, на самом деле, куча интересных проблем Вот, все это по MIT лицензии То есть, тот код, который вы напишите Он вам пригодится и не надо будет, как бы, там, выкладывать все остальное По, там, GPL Здесь сделана интеграция с ритвельдом То есть, собственно, та же туза, которую используют хромиум ребятам Вот, там тоже сделано все на хаках Но вот с помощью этого API можно переделать все на Как бы генерировать, там, какой-то JSON на стороне самого багтрекера И с помощью темплейтов, там, со всеми ангулярами, там, не знаю, там Моднявыми фреймворками Делать какой-то интерфейсик, который бы, там, позволял, допустим, выбирать, там, по 20 багов на спринт И их колбасить Вот, реально, если бы была такая штука, то Там, какая-нибудь там карточка, там, типа, вот, там, каждый выбрал баги, которые ему интересны Каждый там проголосовал, там, все Можно было бы гораздо сделать, ну, интересным вот этот сам процесс Девелопмента питона Ну, и, соответственно, тех библиотек Которыми пользуются многие люди И недовольны, короче, некоторыми вещами с ними Вот, то есть Куда это можно развить, на самом деле, план в громаде Вот, всем спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ